Уважаемые жители и гости нашего города, приглашаем вас посетить Виэпи караоке ресторан «Селебрити», где вы сможете насладиться авторской кухней от шеф-повара, участника всемирного конкурса «Мишлен». Наше заведение стало излюбленным местом отдыха для многих звездных гостей, которые по достоинству оценили богатство интерьера и качество звука. Попробуйте и вы! 773-222 Сильнее страсти Здравствуйте! В эфире программа «Город сегодня». Статистика знает все. Знает, что у нас средняя зарплата больше 100 тысяч, знает, что Актюбинская область третья после Алматы и Астаны по банковским вкладам и даже знает, как мы чаще всего называем своих детей. Психологи говорят, что выбор имен диктует мода. Редко кто из родителей ориентируется как раньше на имена святых покровителей или на какие-то семейные традиции. Как отмечают актюбинцы в социальных сетях, сегодня детям имена выбирают независимо от национальности, по методу креатива, поэтому встречаются такие редкие имена, как Сюзанна, Альфина, Абельмансур и прочие. Топ-десятку мужских имен в Казахстане за прошлый год возглавил Алихан, а самое популярное женское имя – Айзерке. Не менее привлекательны имена Яросыл, Нур-Ислам, Нурасыл, а для девочек – Аяру, Инжу, Каусар. Значения имен играют особенную роль в казахских семьях. Карлыга Жаумитова назвала старшего сына Амир, в переводе «все побеждающий», «властный», а младшего назвали Ибрахим, имя пророка и поэта Абая, пишет она. Еще ей нравится имя Сункар, в будущем планирую, пишет женщина. В целом актюбинцы не очень выделяются выбором имен по сравнению с другими казахстанскими городами, но более точную информацию по итогам 2014 года дали нашей программе в отделе РАКС. Из казахских женских имен наиболее популярны Аяна, Каусар, Аружан и Магина. Из казахских мужских имен наиболее популярны Нур-Ислам, Арман, Санжар. Из русских мужских имен наиболее популярны Кирилл, Вячеслав, Никита. Женские имена. Это София, Кристина и Елизавета. Это мы за последний год берем. Подходить к выбору нужно осознанно и тщательно, утверждают психологи. Ведь порой от имени зависит становление личности, характер и даже самооценка человека. Поэтому, если мы даем редкое имя, то, наверное, мы и прогнозируем какую-то редкую судьбу для своих детей. Газета «Эврика» подвела итоги романтического конкурса. Ко дню влюбленных, 14 февраля, «Эврика» предложила октябинцам написать историю своей любви. Голосовать за пары, принявшие участие в конкурсе, можно было на сайте rikotv.kz. И самыми активными участниками стали друзья и родственники Дениса и Насти. Молодые люди набрали более 600 голосов и выиграли романтический ужин в ресторане «Зимний сад». Там они и рассказали журналистам об истории своего знакомства, которая не обошлась без криминала. О том, как Денис спасал Настю. И о том, что молодые люди не первый раз участвуют в конкурсах. Прочитать всю историю подробно вы сможете в новом номере газеты «Эврика», который уже вышел в свет. Добавлю, что газету вы можете купить не только в супермаркетах и киосках. Пассажиры 46 маршрута участвуют в эксперименте. Они могут купить свежую газету прямо в автобусе. Но признаться в чувствах и провести романтический вечер вы всегда можете в караоке-ресторане «Селебрити». 11-й микрорайон, 112 Г, строение 3. Я желаю вам любви и взаимопонимания. Смотрите «Город сегодня» на Рико ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Кухня от шеф-повара, участника всемирного конкурса «Мишлен». Наше заведение стало излюбленным местом отдыха для многих звездных гостей, которые по достоинству оценили богатство интерьера и качество звука. Попробуйте и вы! 773-222 Сильнее страсти